В каждом храме на Святой неделе с особой радостью прихожане проводят праздники для детей. В Казанском кафедральном соборе состоялся спектакль, актерами которого стали ученики школы. С Рождеством Христовым детей поздравил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофии. Детская воскресная школа Казанского кафедрального собора существует уже много лет. Учащиеся принимают участие в богослужениях, прислуживают в алтаре, поют и читают. В течение учебного года организовываются праздники для детей и прихода, паломнические поездки, благодарительные концерты. Воскресная школа принимает участие в православных фестивалях, выставках и конкурсах. Даже во время пандемии занятия, хоть и проходили онлайн, никто из детей не ушел из любимой школы. Владыка в Арсенофии поздравил детей с Рождеством Христовым. Хочу благодарить вас за учебу, что вы уходите и выбрали наш собор в воскресную школу. Дай Бог вам все усвоит, это все в жизни пригодится. Если будете верующие везде, все остальное вам приложится. Вы будете всем, каким это вырастется, счастливы, главное, нет. У вас будут хорошие семьи, хорошие должности и хорошая зарплата. Все у вас будет, если будете вздох. И может и расставиться многие, кто ездит с мальчиками с митрополитами, как я. Я вот тоже не собирался быть митрополитом, хотел быть трактористом, а вот так развернулась судьба, что я оказался вот у вас в Санкт-Петербурге. Затем правящий архиереи раздал детям подарки. Существует воскресная школа при Казанском кафедральном соборе достаточно давно. Но должен ответственно и, знаете, с чувством такой благодарности и тепла заявить и свидетельствовать о том, что новое дыхание она получила, когда наш владыка-митрополит в Арсенофе стал настоятелем Казанского кафедрального собора. Я приведу просто даже цифры. До этого было человек 50 в воскресной школе. И вот многие люди даже и не очень знали, что она есть. По благословению владыки всегда его наставления мы стараемся развиваться. И вот сегодня в воскресной школе у нас примерно 140 человек. У нас где-то 14 или 15 преподавателей, разные направления. И когда владыка стал настоятелем Казанского собора, он очень пристальное внимание обратил на это. Потому что свидетель наш знает о том, что через детей будущая церковь. Поэтому, конечно, мы развиваемся, мы живем. И с каждым годом все больше и больше станут сидеть. Была пандемия. И то, представляете, и то занятия проводились онлайн. Никто, знаете, не вздохнул, сказал, знаете, как в школе бывает? У нас длинные каникулы. Нет, даже онлайн мы проводили занятия. И там, где возможно, проводили встречи. И владыка на них приезжал, с детьми встречался. Так же, и поздравляю. Поэтому вот такая жизнь.